Вас приветствуют руководители Florence Art Deposit Gallery Юлия и Олеся Савицкие со своим международным авторским проектом «Характер женщины». На этой выставке представлены художники и скульпторы из Италии, России, Германии, Литвы, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Австралии, Франции и Англии. Франческо Лунардо живет и работает в Венеции, училась в школе керамики Тревизо, далее продолжила свое обучение в школе Кадонеге. В Венеции и началась творческая карьера с выставками в венецианских галереях. Далее последовало представление в Милане. Во Флоренции для проекта «Характер женщины» Франческо представлена куратором Эрикой Русиани. На выставке экспонируется керамическое панно и четыре статуэтки, выполненные в античной технике Коломбина с использованием красной глины и двойного обжига. Четыре работы из серии «Силуэты». Цвет и форма символичны, представляют различные характеристики и настроения женской натуры. Платье выбрано не случайно, характеризует вкус, манеру, настроение, женственность в разных проявлениях и формах. Франческо тонко прочувствовала и поместила в форму статуэток четыре различных характера женщины, наделив каждый из них своим символичным цветом и деталями. По словам художницы, керамика – это особое искусство, которое содержит в себе необычайную силу. Оно особенное, так как требует времени и внимания, и большой заботы. Создавать свою креативную идею и силой своих пальцев превратить ее в форму – это интересно и непредсказуемо для Франческо Ольга Лунардо. Дарья Шалик. Молодая российская художница. Живет, работает в Москве в направлениях абстрактной живописи и ботанической масляной живописи. В настоящий момент экспериментируют с сочетаниями этих двух техник. В проекте «Хараксин жерчины» представлены абстрактные работы. Отличительными особенностями работ Дарьи являются яркие и контрастные сочетания, которые создают запоминающиеся образы. Нам, как авторам и организаторам проекта, приятно поддерживать и принимать на свои арт-площадки не только уже известных состоявшихся профессионалов, но также молодых художников. Санена Несуфрабик. Родилась в Сараево, городе, который бережно хранит в своем сердце. Сейчас живет в Сиене и влюблена в нее, признается художница. Санела еще одна молодая художница в проекте «Характер женщины». Начала свою художественную карьеру с 2013 года. Уже прилагается опыт участия в выставках в Италии и за рубежом. На выставке представлен диптих под названием «Белые и черные лошади». Холст, акрил, песок, кораллы, клевер. В картине мы видим символическое сочетание мужского и женского. Через цвет художница передает некоторую неясность жизни, однако в целом есть сюжет и определенность форм. Картины Санеллы открывают задумку автора для зрителя с определенной визуальной дистанции, как бы призывая увидеть ключевой смысл, намеренно отдаляясь от объекта. Художница предпочитает быть в контакте с холстом и работать с различными материалами. Акрил, дерево, песок, пластик, кожа, хрусталь. Санелла выбрала символ, который сопровождает все ее картину. Клевер. Говорит, что ее творчество является частью ее интимности души. Динамическое наложение цвета на цвет, чтобы передать радость и боль, чередующиеся их пресекающиеся моменты страдания и счастья. В художестве видит свою самореализацию и гордится тем, что она женщина и мать. Четырехлистник Клевера принес ей удачу. Наталья Минаева. Родилась, живет и работает в Новосибирске, Россия. Окончила факультет декоративно-прикладного искусства. Несмотря на то, что 20 лет проработала моделью высокой моды, она всегда развивала свою страсть к изобразительному искусству и теперь полностью посвящает себя этой работе. В проекте «Характер женщины» Наталью Минавиу представляет куратор Марина Храмов тремя картинами из серии «Природа». Осень. Масло-картон. Рыбаки. Масло-холст. Грибник. Масло-холст. Картины Натальи всецело реалистичны. Она эстетично переносит на полотно то, что цепляет ее зрение, гармонизирует душу, дарит радость от созерцания. Не являясь художником по профессии, но поддаваясь художественному зову своей природы, Наталья Минаева очень просто и доступна. Передает природу того, что она отражает на картинах. Рита Тальянетти. Родилась в Эфиопии. Имеет смешанные корни итальянский отец и эфиопская мать. В подростковом возрасте с семьей переехала в Италию в Саверно. В 1983 году закончила обучение в Государственном институте искусств, а затем выбрала Флоренцию, чтобы жить со своей семьей. После последовало обучение искусству терапии в Крете. И только в конце этого тренировочного пути художница начинает чувствовать связь внутреннего и внешнего, создавая картину. Творчество художницы представлено многочисленными выставками в Италии, в том числе в легендарном флорентийском арт-кафе Джуберосе, историческом месте, где зародился футуризм. Художница использует для картин такие материалы, как песок, натуральные пигменты с молодикой розы. Для проекта «Характер женщины» Рита Тальянетти представила концептуальную картину под названием «Как летучий змей», выполненную в смешанной технике на холсте. На картине ключевым образом является летучий змей, маленький объект, ярко выступает среди гор и моря, символизируя с собой надежду, мечты, возможности. Однако летучий змей никем не управляем, летит среди моря и гор, которые олицетворяют свободу и в то же время непредсказуемость и, возможно, даже опасность. В картине концептуально помещен еще один символ, который невидим для глаз – это ветер, который управляет летучим змеем. Он олицетворяет судьбу, которая не видна, однако влияет на обстоятельства жизни. «Сейчас мои творения свободно рождаются в моем внутреннем ландшафте», – говорит художница. «Когда я нахожусь перед холстом, музыка помогает и мне удается войти в свой мир, и я путешествую по нему с творчеством. Настроение не всегда имеет один и тот же ритм или одну и ту же вибрацию. Я не строю планы, но в этот момент я свободна, данным моментом. Смесь чувств и эмоций приводит меня к измерению, где все находит баланс между моим внутренним и внешним миром». Дорогие друзья арта, ждите следующего выпуска из Florence Art Deposit Gallery. С вами из Флоренции культурные деятели Юлия и Олеся Савицкие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова